Всем привет, друзья! С вами канал Classic Bike. И сегодня у нас очередная распаковка велосипеда с коробки. Но это не фикс, как всегда, а гравийник. И данная распаковка будет интересна не только вам, но и мне. Потому что я специально ничего не изучал, не читал никакие статьи. Я даже не знаю, что там находится. Какая рама там, из чего она, какая вилка, на чем он собран. Единственное, что я знаю, это гравийник от белорусского бренда Borond. Если я не ошибаюсь, они уже больше 10 лет на рынке. Так что я думаю, у них есть чем нас удивить. Также это один из самых дорогих велосипедов на моем канале. Обзор будет максимально честным, потому что он не проплачен. Если кому интересна такая информация, будет тест-драйв. Ну и ролик будет максимально интересным. Так что усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Погнали! Интересно, какой цвет. Друзья, это походу карбон. Не знаю, насколько передает камера. Вроде бы как темно-коричневый цвет. Колесо нужно будет поставить и в правильное положение руль. Очень интересно взвесить данный байк. Я думаю, до 9 килограмм будет весить. Ростовка, кстати, МК. Надеюсь, она не сильно маленькая мне будет. Потому что рама какая-то, кажется, миниатюрная. Велик, видно, уже эксплуатировали немножко. Может, какие-то тест-драйвы проводили. Потому что есть сколы на раме внизу. И знаете, что прикольнуло? Что цепь не почистили от заводской смазки вот этой вот липкой. А на ней ездили. Несмотря на то, что рама и вилка карбон, все остальные палки, я говорю про руль, вынос и подсидел, алюминий. Тормоза гидравлика. Ну, за такую сумму, сколько он стоит, здесь неудивительно. О стоимости я скажу чуть позже. Колеса на осях. Мне кажется, что эти педали не совсем для гревел-байка. Чисто для города. Потому что отсюда нога будет соскальзывать. Ладно, об этом всем подробно я уже расскажу в байк-чеке. И, наверное, нужно снимать байк и выдвигаться на улицу по тестам. Сегодня неплохая погода. Плюс 5 где-то. 2 марта. Если бы не ветер, было бы вообще классно. Даже иногда солнце появляется. Круто. Но есть ветерок. Короче, проехал я сейчас немножко по асфальту, по плиточке. Если честно, большой разницы стали от карбона я пока еще не ощутил. Сейчас выезжаю на грунты. Я надеюсь, здесь разница будет очевидна. Субтитры сделал DimaTorzok И что я вам скажу по грунтам? Разница реально есть. Велик намного мягче. Вообще классно едет. Мне понравилось. Здесь поначалу было ехать неудобно. Потому что, во-первых, это не совсем моя Ростовка. Также непривычно, что руль узенький. После моего широкого на Шульце это вообще какой-то детский. Ну и еще здесь, чтобы вы понимали. Я не знаю, это из-за Ростовки или вообще на всех великах так будет. Посадка здесь раком, как на Шоссере. А я уже, знаете, привык к такой посадке более прямой, что ли. Не знаю, сколько градусов, но намного прямее, чем на этом велосипеде. Конечно, Катя там просто бомблическая. Субтитры сделал DimaTorzok Снова Урбан. Погодка, конечно, сегодня волшебная. Если бы не этот холодный ветер, было бы вообще пушечным. Весна, друзья. Весна. Я уже тут подумаю, надо домой возвращаться, потому что у меня начинает пятая точка болеть. Сидушка вообще не моя. Хотя я думал, что поначалу, что прикольное. Короче, едем. Субтитры сделал DimaTorzok. Это, короче, прикол. У меня ни на одной сидушке так пятая точка не болела. Если учитывать, что я проехал, ну, максимум, ну, там, 30 километров от силы. Все, еду домой. Первый день испытаний пройдет. Попробую недельку еще на работу на нем поездить. И тогда уже какие-то выводы делать. Расскажу вам обо всем. Таким образом, я катал каждый день. Борант мне выделил данный велосипед на 7 дней. Из них я на нем проездил 5, потому что 2 дня были ливни. Я решил себя сильно не мучать. И так при испытаниях простыл. Потому что сейчас такая погода обманчивая. Где-то неправильно оделся. И все. Конечно же, хотелось бы его испытать хотя бы в маленьком ПВД, в походных условиях. Но получилось, как получилось. Сейчас хочу вам рассказать, на чем он собран. Ну, а потом в конце скажу свое мнение. Что мне понравилось, что нет. Свои первые впечатления. 5 копеек. Я своих в конце обязательно оставлю. Так что давайте посмотрим, из чего же он собран. Ну и начну с того, с чего я должен был начать ролик. Это представить вам данный велосипед. Это гравийный велосипед от Борант. Модель Фантом. Рама и вилка Карбон. На раме и на вилке присутствуют Бонки. Все по фэншу и ничего лишнего. Из особенностей геометрии. Это верхняя труба немножко с радиусом. Правое, нижнее перо. Ниже левого. Как я понимаю, это специально сделано. Чтобы цепь не стучала по данному перу. Если я неправильно понял, то исправьте меня в комментариях. Специально алюминиевый мостик под багажник. Рулевая ФСА. Вынос Control Tech Falcon Aero. Алюминий. Длина 100 мм. Руль тоже Control Tech. CLS Gravel. 420 мм. Алюминий. Обмотка ФСА. Неплохая на ощупь. Тактильно очень приятная. Потидел, как и вынос с рулем от Control Tech SLA. Алюминий. Сидушка от Physic Terra Iron X5. Если я не ошибаюсь. Виллсет. Обода Vision 27.5. Высота 30 мм. 2.4 отверстия. Втулки также Vision на промах под 12 оси. Спереди сотка. Сзади 140 мм. Втулки интересны тем, что с одной стороны 8 отверстий. С другой 16 мм. Покрышки от Continental Terra Trail. 40 мм. По зазорам, я думаю, здесь спокойно и 50 влезет. Установлены под бескамерку. О, зацепи. Понравились они мне или нет, скажу чуть позже. Ну и вишенка на этом байке. Это его трансмиссия от Shimano GRX 600 1.11. Понравилось, что здесь есть блокировка на заднем переключателе. В моем случае спереди стоит звезда на 40 зубов. Сзади кассета 11.42. Тормоза гидравлика. Спереди и сзади ротор на 160 мм. Тормозят просто офигенно. Педали. Вот такие вот топталки от Look. Написано Geo City. Про них расскажу чуть позже, потому что я ездил на своих контактах. Ну и, наверное, вам интересно, сколько сей чудо весит. В моей ростовке МК он весит 9 килограмм 500 грамм. Плюс-минус. А сейчас предлагаю зайти на сайт Born. Посмотреть, сколько он стоит. Может, я какие-то компоненты неправильно назвал. Потому что я никакой информации про него не читал специально. Просто, чтобы она была вот отсюда, а не с бумажки. Уже столько говорю про данный байк. И только впервые зашел на их сайт. Как вы думаете, сколько стоит данный гравийник? Поставьте на паузу и напишите в комментариях. Так, ищем. Гравийные велосипеды. Насколько я понял, нас интересует GRX600. Цена немаленькая. 8790 белорусских рублей. Что вы получаете за эту сумму, я вам уже показал и рассказал. Также, насколько я понял, с переписки с менеджером компании Borent. Вся их продукция, я говорю о велосипедах, полностью от разработки геометрии, покраски, сборки велосипедов. Все происходит в городе Минске, то есть у нас. Еще есть классная дополнительная услуга. Если вы покупаете у них велосипед, у них бесплатный байкфит. Что это такое? Велосипед полностью настраивают под ваши параметры. Ну что, друзья, пришло время рассказать про мои впечатления. Понравился он мне или нет. Есть у него какие-то минусы, хотя за такую сумму он должен быть идеальным. Что мне больше всего понравилось? Во-первых, ездить на карбоне по бездорожью. Реально он классно отрабатывает. Есть отличие от хромолебдена, он едет более мягче. Хотя на шульце стоят гигантские покрышки и плюс-минус он едет одинаково. Но я ездил на шульце на покрышках тоже 42 мм и он был пожестче. Трансмиссия. Она работает очень классно. Очень плавно переключается. Тормоза просто идеальные. Останавливаются как вкопаны. Мне это тоже очень понравилось. Я понимаю, что нет идеальных велосипедов. Каждый человек особенный. И строение, и подход, и какие-то, не знаю, особенности. Все мы люди разные. Во-первых, мне не подошла сидушка. На третий день просто ездить было невыносимо. Но не подходит она под мою пятую точку. Я и пытался и вперед сдвигать, и назад, и наклоны менять. Но не подходит она мне. Потому что реально проеду 10 минут и такое ощущение, что уже 1000 км еду. Не слазя с велосипеда. Есть вот такой вот нюанс. Смотрите. Здесь внутренняя проводка. Выход ее находится слева. И получается, когда вы поворачиваете направо, ход поворота вот такой вот маленький. Влево. Видите, какой большой. Было иногда такое ощущение некого дискомфорта. Но это ни в коем случае мне не мешало ездить. По крышке, по грунтам это просто вот пушка. По асфальту они тоже классно катят, но создают шум. Они очень реально шумные. Швальба, Хуракан намного тише. Все до этого были ни претензии, ни какие-то минусы данного продукта. Это чисто мои какие-то неудобства. Здесь, я считаю, есть только один минус, который мне непонятен. Это гравийный велосипед. И на гравийный велосипед ставить городские обычные педали, с которых на гравийке нога соскальзывает. Это я говорю с личного опыта. Я поставил контакты. Потому что я считаю, на гравийный велосипед вот эти педали не подходят. Может у меня неправильно обувь. А кто-то вообще скажет, что при покупке нового велосипеда не стоит обращать на такие компоненты, как педали, там обмотка, не знаю, сидушка. Потому что со временем это все равно подбирается под каждого человека индивидуально. И вы будете правы. Но это мой обзор. И я считаю, что все-таки педальки нужно было поставить другие. Ну а в целом велосипед реально получился крутой. Мне он очень понравился. Понятно, что одной недели для полного теста мало, чтобы увидеть в нем какие-то недостатки. Потому что это надо ездить не одну неделю, не две и даже не месяц. Ну и за это спасибо компании BORAND, что они мне дали хотя бы на одну неделю потестить их гравийник. Кстати, если ролик наберет нормально просмотров, я попробую напроситься к BORAND на производство. Потому что они же собирают не только гравийники, так же шоссеры, трековые велики. Так что думаю, может получиться интересный ролик. Так что жду вас всех в комментариях, там все ютубные дела. С вами был Андрей, канал Classic Bike. Увидимся в будущем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok